Ну что, дорогие друзья, волшебного всем утра, и у нас сегодня будет финансовая прокачка. Классная, важная тема, потому что деньги, конечно же, играют большую роль в нашей жизни, очень важную роль. И знаете, есть некоторые тормоза, вот те якоря, которые не дают человеку взлететь. И прежде чем мы начнём нашу такую энергопрокачку финансовую, я хочу обратить внимание на самые основные якоря. И один из таких якорей — это не прощение, это обида. Это то, что как путы связывает наши ноги и не даёт нам взлететь. Да, именно обиды, именно когда мы кого-то не прощаем, и это забирает у нас энергию. Деньги очень связаны с энергией, которая внутри нас. Если вы на энергии, то вы взлетаете высоко во всех отношениях. Если же у вас что-то внутри вас точит, энергия обиды, она очень разрушительна, очень разрушительна. Это то, что забирает покой, забирает нормальный сон, забирает счастье. Поэтому, конечно же, для открытия финансового потока очень важно, чтобы мы с лёгкостью отпустили наши обиды. И давайте первое, что мы сейчас и сделаем такую практику, да? Мы сейчас берём вот как снежок и слепливаем все наши обиды. Все, если кого-то что-то точит, если кто-то обиделся на своих родных, близких, может быть, на детей, может быть, на внуков, на сына, на дочку, на маму, на папу, на брата, на свата, на сестру, на подружку, на коллегу, на соседку, ещё на кого-то, да? Да, эти люди так поступили, потому что в той ситуации они не могли поступить по-другому, да? Потому что у нас у каждого своё видение, у каждого свой уровень развития. Мы не будем никого осуждать, да? Мы слепливаем вот всё это в одну кучку, в одну кучку. И сейчас мы будем далеко-далеко это всё откидывать, да? И со смехом прощаться со всеми нашими обидами. Давайте, э-э-э, э-э, не держим, всё отпускаем, друзья, иначе это разрушает прежде всего вас. От обид очень нехорошая болезнь, да? Это тормозит вашу энергию и закрывает ваш финансовый, в том числе, поток. Итак, слепили, да? Всё сюда, вспомнили? И выбрасываем, и... И кто-то ещё что-то вспомнил, да? И собираем вот эти вот все крошечки, всё, избавляемся, чтобы у нас в душе ничего не осталось. Ничего абсолютно, всё, собираем, да? Кто нас обидел? Всех прощаем. А прощение — это великая сила. Это энергия, открывающая все двери, изобилие, процветание в нашей жизни. И остаточки всего, что нас угнетало, мешало и... Прощаемся со всем этим легко и просто, да? Друзья, что ещё мешает? Мешает, когда мы дома храним много ненужных вещей. Когда мы как барахольщики, да, что-то принесли с мусорки, что-то забили в наш сарай, в нашу кладовку, а вось когда-нибудь пригодится, а вось кто-то вот в этом нуждается, а вы за всю жизнь так и не оденете, да? И, знаете, у нас такая была ситуация, у нас в старом доме когда-то давно ещё жила там одна бабушка. Вот, вот она всё жила-жила. Вот, а когда она ушла в мир иной, вы не представляете, как долго её дети, её внуки разгребали этот дом, потому что и под диваном там что-то находили, и там, и там, и они вот эти просто мешками ругались, выносили это всё, выкидывали. Кому это нужно, да? Поэтому если кому-то это нужно, отдайте тем, кому это нужно. Отнесите, кого-то благословите, да? То есть отпускайте, не нужно никаких вот этих вот заторов. Всё старое, всё вот то, что лежит много лет, и вы этим не пользуетесь. Мы от этого избавляемся. И давайте сейчас достаем из сундука старую кофточку. Знаете, я слышала, что в приют безумных собак нужны свитерочки и всё такое, да? И отправляем всё туда по назначению. И ещё достаём охапку всего ненужного. Отправляем, если кому-то нужно. Пусть забирают. А мы очищаем, очищаем вокруг себя пространство. Дальше, ребята, носим яркую цветную одежду. Жёлтую, оранжевую, пёстру, да? Вот все цвета радуги. Если мы хотим пить тебе яркую жизнь, мы это и делаем, хорошо? Дальше пьём только из хороших, красивых чашек. Ну и кушаем, соответственно, из красивой посуды. Вот у меня есть вот такой царский стакан, да? Вчера мы с вами отрабатывали, да, царские привычки. Вчера у нас была отстанка королеви и королев, да? И вот, смотрите, я пью вот из такого, например, стакана. Выключите, кто там микрофон мешает. Гульджахар, выключите. Гульджахар. Или у меня есть вот такая чашка. Я когда-то была в клубе миллионеров, да, проходила это всё у Максима Темченко. И купила чашку. Вот, просьба, дорого, конечно, да, чашка столько не стоит. Но купила, потому что написано «Клуб миллионеров». Потому что она золотая. И потому что вот те ещё триггеры, когда я это проходила, всё, да, вот мне прям приятно. Это сразу такие добрые, классные, даёт воспоминания. Поэтому это тоже здорово. То есть мы привлекаем в свою жизнь всё хорошее. Всё то, что даёт нам классные воспоминания. То есть энергетика. Друзья, без доброй, хорошей энергии мы денег не можем привлечь к себе. И деньги — это тоже энергия. Энергия. Деньги чувствуют, когда мы их не любим. Деньги чувствуют и не идут к тем людям, которые говорят, «Деньги — это зло. Деньги для меня не главное. Деньги не важно. Деньги зарабатывают хорошо только там обманщики, воры, бандиты и так далее». То есть много вот таких неправильных установок. Поэтому вот такие неправильные установки, если у кого-то есть, если кто-то обижал деньги, говорил подобные слова, «Давайте тоже это выбросим, да?» Вот эти все ненужные зацепки. И сейчас мы берём самолётик и будем писать, для чего же нам нужны деньги. Деньги приходят на энергию. Деньги приходят на желание. И именно сильное желание создаёт вот такое энергетическое поле, которое привлекает к нам деньги. И вы не знаете, как придут, каким образом придут к вам деньги. Вы, может быть, думаете, что это заработанные деньги. Может быть, думаете там ещё о чём-то, но это может прийти как в виде благословения совершенно из другого источника. Да, ещё такой момент — долги, долги. Если вы чувствуете, что вы кому-то должны, кого-то обидели, человек переживает, не отпускает, и вы понимаете, что он прав, начните отдавать. Даже принято внутри желание отдавать, это уже вам принесёт большую пользу. Начните отдавать хоть какими-то суммами, будет облегчение, и вы сразу это почувствуете. И сейчас мы берём самолётик и пишем, для чего же нужны деньги. Ребята, деньги, если нет сильного желания, действительно такого мощного запроса, обоснованного, то они тоже не будут приходить. Поэтому пишите, пожалуйста. Может быть, кому-то нужно на лекарства, вылечить человека, который тяжело болен, например. Кому-то очень важно купить квартиру и жить отдельно, самостоятельно. Кому-то очень важно поехать в путешествие, потому что он давно нигде не был, не разрешал, не позволял себе. А здесь просто дерзновенно пишите всё, что вы хотите. Кто-то хочет сделать какие-то акты благотворительности и помочь отнести деньги, например, в детский дом или в приют бездомных животных. Пишите то, о чём вы мечтаете. И теперь мы берём этот самолётик, складываем и запускаем во Вселенную. Классно, давайте ещё кто-то что-то вспомнил. Мало желаний написали. И ещё пишем. Пишем. Что же мы ещё хотим? Так, складываем. Сложили самолётик и запускаем в космическую Вселенную. Да, это сильное желание, они привлекают обязательно к нам деньги. Всё, что даёт энергию, да, это, конечно же, смех, это принятие вообще в жизни быть позитивным, несмотря ни на что, это даёт энергию. Когда мы обливаемся, когда мы делаем контрастный душ, когда мы помогаем, кому-то делаем добро, это даёт нам энергию. Даже когда вы попали под дочь, если вы не злитесь, а если вы пробежались по лужам, улыбнулись прохожим, это тоже даёт всем энергию. Больше всего мы энергии получаем, когда мы делимся этой энергией с другими, когда мы доставляем кому-то радость, делаем добро, то вот эта энергия, она как благословение стократно к нам возвращается, потому что всё в жизни возвращается бумерангом. Поэтому обязательно обрезаем все путы, которые я сказала, и просто взлетаем энергетически. и говорим «Я счастлива, да!» Спасибо. «Я свободна, да!» «Жизнь прекрасна, да!» «Там, где я, всегда классна, да!» «Я живу для того, чтобы сделать этот мир лучше!» «Я создаю и даю свой вклад в эту жизнь, да!» «Я распространяю для себя добро и радость, да!» «Я свободна, да!» «Я свободна, да!» «Хорошо, делаем вдох полный счастья, любви, вдох задержали!» «Питали с этим всем каждую клеточку!» «И выдать благодарности!» «Благодарности всей Вселенной, всему миру!» «Ещё раз вдохни с животика!» «Задержали, думаем только о хорошем!» «Вспоминаем всё доброе, весёлое, как мы путешествовали, да!» «Какие у нас были заслуги, признания в нашей жизни!» «Как нас поздравляли, да!» «И признательность, любовь!» «Всем окружающим!» «Всем учителям!» «Всем людям, которые были на нашем пути!» «И ещё раз вдох!» «Полную хавку счастья и радости задременели!» «Побултыхали, как водяной!» «Провитали каждую клеточку радости, счастья!» «Да! Я счастлива, несмотря ни на что!» «Да! Я родилась для счастья!» «Мы живём для того, чтобы быть счастливыми!» «И только когда мы сами счастливы, тогда люди вокруг нас становятся такими же!» «К нам тянутся по нашему подобию люди!» «И мы отражение, а не отражение нас!» «Поэтому к нам тянутся те люди, которых мы заслуживаем!» «И мы поразглашаем!» «Я жизнерадостная!» «Я оптимистка!» «Я классная!» «Я жизнелюбивая!» «Я любимая и любящая!» «Мир прекрасен!» «А теперь мы смотрим, что на дереве висит какое-то ведёрко!» «И оно такое красивое, такое магическое!» «И мы с вами к нему подходим, подходим!» «Тянемся, от него висит верёвочка!» «И мы тянемся за верёвочку!» «И на нас посыпали золотые планетки!» «И мы под носиком!» «Они нас массируют!» «Всё хорошо тебя пробиваем!» «Массаж — это тоже энергия!» «Всё, что даёт энергию, всё, что наполняет, это всё приближает нам финансовые потоки!» «Кто молодец!» «Я!» «Кто покупается в богатстве изобилий?» «Я!» «Кто живёт просветание?» «Я!» «Кто самый мудрый?» «Кто самый весёлый?» «Кто самый «אני чувствいる?» «Кто самый тулант, тут жизнерадостный?» «Кто, кто, как content,�, кто, как content…» «Да!» «Хорошо!» «Да!» «Лучший день, лучший день!» «Да!» Вдруг мы обращаем внимание, что это дерево какое-то необычное. Это денежное дерево! И мы подходим, подходим, начинаем это дерево трясти, трясем, трясем, трясем. А с него сыпется денежный дождь, купюры, и мы как под таким листопадом, да, танцуем, и купаемся в этом изобилии, и принимаем это благословение, да, вот такой денежный пад. И купюры разных-разных стран сыпятся, да, еще хорошо потрясем, э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э! желтых листьев, и купаемся сами, и с друг другом делимся. И собираем мешочки, собираем мешочки, и идем в детский дом, да, идем в детский дом. И по пути покупаем много игрушек, да, заказываем, чтобы туда привезли велосипеды, самокаты, конструкторы, да. И все это отправляем в детский дом. Другой мешочек собираем, и идем, покупаем корм для бездомных животных, да, все, что нужно для их лечения, различные лекарства, все это покупаем, и приходим. А там кошки, собаки, которые ждут, ждут своих хозяев, несчастные, и не всегда хватает денег на их лечение, на их питание. И мы это всем дарим и радуемся. И все эти мешочки собрали, и идем, и отдаем тому, кому это очень нужно. И какая там многодетная семья, или, может быть, где-то ребенок очень нуждается в операции, и в лечении, но каждый сам себе представили эту картину. Может быть, у вас в жизни есть это, кому нужно очень помочь, да. И мы отдаем туда, и благословляем. И, друзья, благословение, это открывает тоже финансовые потоки, да. И отдаем это с радостью. И благодарим себя, что у нас есть такое желание, такая возможность. И сейчас мы с вами вот такую вот мантру, мы как-то с вами ее уже разучивали, да, помните? Называется «У меня есть деньги». Так, и вот, смотрите. Вот скажите, сейчас вам слышно или нет? Я там настройка кое-что меняла. Хорошо слышно. Вот, Светлана, выключите микрофон. Светлана. И некоторые тоже, выключите микрофон. Скажите, слышно было сейчас или нет? Слышно или нет было? Слышно, да. Я вот такое, что в настройках поменяла, да, и очень надеялась, что будет слышно. И давайте, смотрите, мы сейчас с вами произносим. У меня есть деньги, у меня есть деньги, у меня есть деньги, у меня есть деньги, у меня есть деньги. Так, запомнили? Отличная память. Не зря я на гимнастике занималась, да? Выключите микрофон. Три слова запомнили. Круто! А теперь, смотрите, мы будем ударения ставить на разные слоги. Первое. У меня есть деньги. Да? Дальше. У меня есть деньги. И потом на третье слово. У меня есть деньги. Хорошо? И давайте знаки делать. У меня есть деньги. У меня есть деньги. У меня есть деньги. И поехали. Я, наверное, сейчас возьму буган, чтобы акцент делать. И поехали. У меня есть деньги. У меня есть деньги. У меня есть деньги. Субтитры делал DimaTorzok Получается? Не запутались? А теперь я вам говорю, у тебя есть деньги. А вы каждый повторяете, у меня есть деньги. Я говорю вам, а вы говорите про себя. Потом я ударение делаю, у тебя есть деньги. И вы тоже самое говорите, у меня есть деньги. Дальше я ударение делаю на деньги. У тебя есть деньги. И вы говорите, у меня есть деньги. Ударение делайте на деньги. Хорошо? Вот, сейчас будем внимательны. И поехали. У тебя есть деньги. Давайте я вас буду слушать. Да, вы сейчас можете включить звук. Да. И правильно делать повторение. То есть я вам говорю, а вы в обратном. Итак. То есть я говорю, у тебя есть деньги. А вы говорите, у меня есть деньги. Разве я? Так, приготовились. У тебя есть деньги. У меня есть деньги. И еще! У тебя есть деньги! Давайте сейчас попробуем это сделать. Месяц клуба миллионеров. Внимательно! Поехали! Нравится твое национальное состояние? Включаешь музыку? Сейчас музыка будет. Это Максим Тимченко объясняет. Сейчас мы сделаем специальную музыку. Давай запрати. Слышно? Притоптываем энергию, добавляем. Притоптываем, пританцовываем, припрыгиваем. Танцы, кстати, дают тоже отличную энергию. И запомните, деньги идут только на энергию. Поэтому сейчас движение, улыбки, смерть – это энергия для всех. У меня есть деньги! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Я принимаю деньги с благодарностью.